добрый вечер доброго времени суток и сегодня наша с вами третья встреча на курсе мастерской семьи в нашем блоке по воспитанию детей воспитание детей друзья мои на дворе июль 2023 года дименьшин алексей владимирович ваш личный тренер мы уже в первой и во второй нашей встречи говорили о том что вся хитрость при воспитании детей заключается в том что мы заранее говорим ребенку в утвердительной форме в настоящем времени те качества которые мы хотим в нем видеть если мы будем ребенку говорит что он бессовестный то в нем совесть не появится а если мы говорим сыночек то у меня самый честный ты прекрасно понимаешь вот так делать хорошо или вот так делать нехорошо то это прилипает как дети в еврейских семьях да как мудрые еврейские папы воспитывать своих детей если их еврейский изя принес из школы тройку они говорят ах как мог такой умный мальчик как мог такой мудрый такой смышленый мальчик принести такую плохую оценку да то есть с одной стороны он пожурил ребенка но с другой стороны он его не унизил а он все время подчеркивает что мальчик умный он не говорит что черный является белый или белый является черным он не говорит что приносить тройки это хорошо он горит нет конечно же приносить тройки это плохо но он не говорит ребенку ту бестолочь или ты дурак или ты такой же тупой как твой папа или еще какие-то негативные слова детей никогда так же как и мужчин даже в шутку никогда не унижает не критикуем не подкалываем не подзуживаем и так далее только самые лучшие самые хорошие слова самые умные самый добрый самый заботливый самый целеустремлен вот такие слова говорим если вас напрягать слово самый то говорим слово очень некоторые люди боятся воспитать своих детях гордыню боитесь гордыни воспитать не говорите слова самый самый умный это как бы сравнительная степень а говорите ты очень умный вот все талантливые и ты талантливый все умные и ты тоже очень и очень умный и так друзья мои мы говорим ребенку уже в настоящем времени те качества которым будет проявлять через год или через два года или через три года ребенку три годика мы говорим ты у меня самостоятельный это пригодится ему лет через 15 но зато это будет у него в глубокой памяти он себя так будет воспринимать неразумные же родители они к сожалению критикуют упрекают и тем самым они ребенку в глубокую память глубокая память называется на современном психологическим языке подсознания они туда в глубокую память что ты трусливый ты неаккуратный ты невежливый и все тому подобное итак дорогие мои это мы с вами изучали на первом нашем занятии на втором части наших занятий мы изучали что есть культ вежливости и культ уважения к родителям по поводу культа уважения к родителям я хочу вам дать новое тренировочное задание поскольку вы мудрые люди и поскольку вы хотите в своей семье создать не просто хорошие отношения а самые качественные отношения самые лучшие чтобы вы могли ими гордиться чтобы вы в конце своей жизни могли сказать у меня самые лучшие семейные отношения горжусь ими у меня самые гениальные дети я горжусь ими так вот друзья мои есть такой очень хороший прием когда дети садятся за стол они благодарят за возможность кушать за возможность принимать пищу за возможность есть не потом когда они уже поели они говорят спасибо это не совсем правильно то есть если ты сначала даешь что-то а потом тебя за это благодарят это не очень сильно ценится а вот когда сначала ты поблагодарил а потом получил чтобы что-то получить ты сначала отдал уважение предпридание значения и так далее и вот если мы все садимся за стол и мы благодарим того человека который приготовил эту еду и мы говорим мама спасибо тебе большое спасибо что у тебя золотые руки спасибо что ты приготовил такую замечательную еду а если кто-то из детей помогал накрыть тарелки разложить вилки ложки то мы его благодарим и говорим и тебе старшая сестра и тебе старший брат мы тоже благодарим вот после того как человек поблагодарил он уже придает значение и он совсем по-другому кушает эту еду что касается еды друзья мои что касается еды это тоже влияет на воспитание детей чем вы кормите детей манную кашу надо забыть и выбросить просто вообще из словаря русского языка манной каши никогда не кормить своих детей детей надо кормить белками жирами витаминами и микроэлементами белки жиры витамины и микроэлементы чем за на самом деле кормят детей чаще всего углеводами вот что такое каша каша это зерно зерно это чистой воды углеводы там очень мало белков очень мало жиров однако ребеночек он на самом деле состоит не из углеводов у нас клетки не состоят из углеводы наши клетки они состоят из белков и жиров наши клетки из углеводов не состоят чтобы ребенок рос он должен кушать белки и жиры раньше было очень плохо с жирами в советском союзе было очень много периодов когда не хватало продуктов и тогда детям давали рыбий жир кушать хотя бы рыбий жир если уже другого жира никакого не было но вообще конечно лучше всего это сливочное масло это мясо с какого возраста надо давать ребенку мясо так как можно раньше с трех месяцев четырех месяцев шести месяца я кормил своих детей пельменями с шести месяцев сам ел им давал им очень 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 нравилось друзьям и мои наставники сказали вы не докармливать и свои детей ваши дети недокормленные понимаете когда вот какой-то там пюре им чем там размешают картофельная картошка это крахмал это углеводы ребенок не состоит из углеводов еще раз повторю наши ткани это мышцы это жиры мозг это жир почему ребеночек когда рождается у него такие щечки если вы посмотрите на 2 3 4 дневного ребенка на ребеночку которому недели две три только у человеческих детей очень и очень такие жирные щечки надутые щечки почему потому что человеческий мозг это жир мозг человек это жир чистой воды жир то есть наш мозг это не мышцы это именно жир и чтобы у ребенка хорошо развивался мозг то у него в щеках специально есть запас мало ли вдруг там у матери молока не будет или еще что то чтобы мозг не пострадал поэтому друзья мои мы млекопитающие молоко состоит из белков жиров и кальция белки жиры и кальций белки жиры и кальций поэтому друзья мои каши это углеводы соки тоже сахар это все сплошной не стесняйтесь друзья мои кормит ребенка молочной продукции мясной продукции яичками там перетертыми и прочим 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 ребенок для того чтобы он вырос здоровым крепким сильным ему нужны белки жиры витамины и микроэлементы вот как собачкам дают микроэлементы ребенком тоже нужно давать микроэлементы много-много кальция много-много витамина d для того чтобы это все усваивалось хорошо но и всех остальных витамины до витамин c витамин группы b и так далее витамины очень и очень нужны друзья мои а вот углеводы не очень нужны углеводы нам нужны для активности чтобы мы бегали вот на фронте в сорок первом сорок втором сорок третьем сорок четвертом сорок пятом году перед наступлением выдавали макароны на флоте выдавали макароны по-флотски на макароны с мясом потому что очень тяжелые где-то в прибалтике на северном море до тяжелая погода там без макаронов и без мяса но совсем никак ты замерзнешь так вот друзья мои макароны нужны чтобы бегать зерно хлеб это все нужно чтобы бегать если ребеночку много давать манной каши а потом сказать сиди и слушай учительницу вот так вот ручки сложи и внимательно ее слушай он не может ну что вы его накормили углеводами углеводы они требуют куда-то бежать то есть все что связано с сахарами это друзья бы не строительный материал для наших с вами мышц а это энергия для того чтобы елозить попой по стулу они для того чтобы быть внимательным мяти но если вы присмотритесь 170 80 процентов пищи именно углеводистая пища печенье крекеры рис хлеб картошка это все углеводы шоколадки конфетки зефирки это все углеводы друзья мы и даже яблочки в какой-то степени то тоже в какой-то степени тоже углеводы хотя там есть и витаминки тоже поэтому дорогие мои вы сами может бы хоть какими вегетариан с вами вы сами может быть хоть какими сыроедами вы сами можете быть хоть какими хоть что но ребенку нужны белки и жиры это вот правильное питание а также витамины и много-много микроэлементов если ребенку укачивает это значит что все его микроэлементы уходят не на нервную систему а наша нервная система очень нуждается в кальций а его микроэлемент уходит на его косточки на его волосы на его ногти на его зубы и ребенку них не хватает крепкая нервная система станции возбудимый импульсивный крикливый и так далее перевозбудимый яичную скорлупу от вареных яиц обязательно когда вы сварили там все в кипятке продезинфицировалось и сами употребляйте яичную скорлупу 2-3 квадратных сантиметра и ребенку тоже давайте она безвкусная большой ложки маленькой ложки немножко измельчили в рот взяли смочили сыной запили водой все но когда растущий организм когда растут зубы растут волосы очень-очень большая потребность в микроэлементах и в частности в кальций и ребенка перестает укачивать во всяких там автобусах поездах и прочих транспортных средствах обычно укачивание заканчивается годам к 16 то есть когда уже такой интенсивный рост немножко заканчивается уже микроэлементы не такой большой расход и укачивания некоторых укачивание на всю жизнь остается воды да здравствует кальций это мы немножко затронули тему питания проговорили про важность белков и жиров после того как вы покушали если у нас культ уважения к родителям и мы поблагодарили того кто эту еду приготовил того кто накрывал на стол но если вы пошли в кафе и папа оплачивает кафе то мы конечно благодарим папу перед едой когда мы благодарим мы уже придаем значение этой еде это очень простая вещь но она исключительно важное чтобы дети не капризничали я это кушаю или я это не ем иногда дети изводят своих родителей это мне по вкусу это мне не по вкусу когда благодаришь перед тем как кушаешь ты уже по-другому относишься к этой идеи капризов гораздо меньше друзьям и если не хотите чтобы дети капризничали научите их благодарить перед тем как есть так вот после того как покушали попробуйте такую семейную традицию а вы взрослые мудрые люди и вы можете создавать в семье хорошие новые традиции вы для этого и глава семьи после еды когда у вас хорошее настроение благостное настроение попробуйте благодарить и желать всего самого лучшего своим родителям папа и мама они говорят господи даруй моим родителям все самое лучшее здоровье хорошее настроение богатство благополучие но а дети сидят и просят у господа бога если у вас верующая семья они просят для вас здоровья для своих родителей и таким образом они приучаются с детства ценить здоровье своих родителей желать им богатства изобилия и счастья потому что если родители будут богаты то и детям будут кроссовки то и детям будет легче и проще и хорошо детям будет это замечательная традиция когда у тебя много детей и ты сидишь за столом и твои дети поели и они желают здоровья тебе и ты это слышишь что ты понимаешь да ты не зря уставал ты не зря ночами не спал ты не зря на двух-трех работах работал вот сидят дети вот они тебя уважают вот они тебя ценят тех странах где есть культ уважения к родителям детей всегда много в тех странах где нету культу уважения к родительным детей всегда мало родители не хотят перенапрягаться не хотят надрываться и воспитывать каких-то там будущих эгоистов которые потом скажут ну все предки давайте прощайте все валите нафиг из моей жизни а вот когда дети тебя уважают ценят говорят тебе хорошие слова а это в виде игры можно с детства приучить тогда думаешь ну ладно немножко да там беременность надо носить у женщины поясница устает там многие руки самочувствие токсикоз еще что-то но зато потом много 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 нежности положительных эмоций много благодарности любви можно перетерпеть вы же знаете что беременность длится не 9 месяцев до как минимум как минимум 18 из 9 месяцев ребенок развивается внутри у мамы а потом он еще 9 месяцев развивается но снаружи то есть он 9 месяцев еще потом как минимум не самостоятельно не сидеть не может не ложка в рот попасть не ходить не прочее 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 да то есть как бы уже на руках у мама у мамы потом такие мышцы здоровой и здесь конечно нужно много самодачи для женщины чтобы выносить беременности потом еще девять месяцев после беременности и вот если сидят дети и говорят они покушали и говорят господи дай здоровье моим родителям дай моим родителям благополучие силы богатство изобилие мудрости всего самого лучшего да а вы за своих родителей и живых и уже умерших то это конечно наполняет семью нужной атмосферой вот о чем мы говорим атмосферы благодарности признательности атмосферы справедливости или думаешь да это здорово иметь детей это здорово это не у меня бегают тут какие-то крикливые эгоисты только попадая мама да и всякие прочие капризы да у меня в семье есть благодарность дети благодарят родители дети благодарят маму мама заботится о детях мама благодарит папу папа заботится о маме по поводу быть строгими с детьми друзья мои вот смотрите очень важный и простой принцип как все помните мы с вами поднимали правую руку и говорили все предельно просто так вот очень важный принцип мы еще другую руку поднимали говорит что все с юмором очень важный принцип родители могут быть строги помните мы говорили если несправедливо до семи лет после семи лет тоже могут быть строгие если несправедливо и нечестно если опасно и несправедливо а если что-то опасно можно попу шлёпнуть и если не кидать песком в глаза другим детям или маму с кулаками лезть так вот друзья мои девочек всегда наказывает мама папа никогда девочек что не наказывает максимум что он может сказать мне придется маме сказать ох ты раскулиганилась ох мне придется маме сказать только мама может быть строгой по отношению к девочкам а папа может быть строгий по отношению к мальчикам мама по отношению к мальчикам строгое что не может быть вы спросите алексей владимирович а почему такая разница почему потому что девочка потом вырастет и будет выходить замуж какого она мужа себе будет выбирать если у нее папа будет строгий будет ее наказывать то она себе выберет какого мужа она привыкла уже да и она выберет похожего на папу тоже строгого может быть зачем вам своей дочери такую средню подкладывать волосатую не нужно то же самое мальчик потом будет жениться если у него мама будет строгая то он себе потом какую жену выберет он привык маму видел он ее 18-20 лет своей жизни до с утра до вечера видел маму как он тебе потом жену выберет а зачем вам нужно чтобы вашим сыном панукала другая женщина давала ему команды иди туда принеси то что ты не понимаешь сделает и чтобы он как рядовой в армии было его жена как сержант первом блоке наших отношений до когда мы говорили общение между мужчиной женщины мы всегда говорили что женщина это помощник капитана на корабле не капризный пассажир что жена для мужа это адвокат они судья и не прокурор и тем более не палач то так же как и муж для жены значит друзья мои папа по отношению к девочкам только дарит подарочки только хвалит говорит хорошие слова ангри доченька то у меня самое душевное то у меня самое заботливое то у меня самое красивое то у меня самое веселое доброе а наши девочки наши мамы они по отношению к сыночкам также город сыночек ты у меня самый любящий самый целеустремленный ты у меня самый энергичный самый честный самый добрый ты мне очень очень самостоятельный и заботливый мать и самый главный момент вот сейчас скажу вот самое главное вот главнее вот даже если вдруг рядом с вами одновременно во время сильнейшей грозы будет три разряда молнии и вы вдруг забудете все 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 вот случится такая фэнтези вы из человек с прекрасной памятью забудьте все вот это вы не забудете никогда самое главное детей надо гладить до культ вежливости это важно до культ уважения к родителям это важно культа это значит прям утрирован это по максимуму это гораздо больше чем вы можете себе представить но самый главный культ который есть при воспитании детей это культ поглаживания все время поглаживаю дети друзья мои они не доглаженные если вы видели когда-нибудь передачу с синкевичем или были может быть когда-нибудь в каком-нибудь зоологическом парке вы видели что сидит обезьянка и у своего там маленького обезьянки все время что-то в шерсти перебирают дело в том что маленькие ребятишки они через тактильные ощущения все гораздо лучше понимают понимаете мы так устроены 10 процентов мы запоминаем то что услышим 9 30 процентов мы запоминаем то что мы видим и 90 процентов мы запоминаем в том что участвовало в наше тело и и вот если вы берете вот у вас то 6 месячный допустим там мальчик или девочка вы его взяли головку положили на плечо и вы его постоянно поглаживаете и ручки и ножки своего двухлетнего ребенка трехлетнего ребенка вот бежит мимо поймали погладили отправили бежит обратно поймали погладили по ногам парк люди гладят по голове здесь вот на волосах очень мало нервных окончаний гладить надо кожу коленочки и ручки ножки спинку животик везде как можно больше гладить друзья мои почему через тактильные ощущения все переживания которые есть у ребятишек а у ребятишек тоже много переживаний всяких разного они все в нервной системе все в наших мозгах по полочкам раскладывается и дети очень спокойные наглаженные дети есть такое слово наглаженные дети заглаженные дети они очень спокойны у них прекрасный контакт с родителями чего родители попросят они сразу сделают с легкостью без всякого внутреннего сопротивления без всяких внутренних комплизов без всякой внутренней агрессии все там потом им хочется сделать что-то для родителей детей маленьких надо гладить но на некоторых детей на 50 процентов детей это правило остается на всю жизнь до самой старости вот сейчас друзья мои подумайте о каких детях мы говорим которых нужно гладить до самой старости вот этому ребенку 99 лет а его все равно нужно в течение дня постоянно и по многу гладить про кого же это мы говорим интересно про девочек вы абсолютно правы девочек надо гладить не только когда им 6 месяцев когда им один месяц два годика три годика четыре годика даже когда им 18 годиков садитесь рядышком и гладите гладите сестренку гладите на дочку свою гладите маму свою жену свою ну кто сможет еще погладить друзья мои ну приходите в церковь а там ваши иконы висят вас сразу канонизирует девочек надо гладить всю жизнь если девочку гладить у нее все эмоции а у девочек бывает за 5 минут 20 30 40 50 60 70 80 100 эмоций мысли всяких голове как как самолеты в аэропорте взлетают прилетают взлетают мысли даже как даже не как поезда на вокзале как самолеты каждые две минуты как в аэропорте города сочи прям каждые две минуты новые и в каждом самолете 200 мыслей 200 человек сидит 300 человек сидит то есть это у мужика одна мысль в течение дня две мысли в течение дня три мысли в течение дня мужчины ходят с таким с однообразным выражением лица а у женщин это просто что-то с чем-то мысли эмоции все вот такой белый шум в голове мама не горит женщин друзьям и поглаживаем и у них все раз и все успокаивается все устаканивается по разным полочкам все 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 он их укладывается поэтому девочек надо все время гладить 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 наглаживать и они тогда спокойны всех устраивает они не о чем переживают все меня любят меня жизнь любит вселенная меня любит бог меня обожает родители меня обожать в этой жизни важно чтобы тебя кто-то обожал вот глагол есть такую русский обожать и корнем в этом глаголе обожать что-то божественное понимаете вот это очень важно что тебя не критикуют не упрекают а тебе не просто любят а тебя любят бесконечно сильно на тебе бесконечно сильно тебя обожают безграничной сильно и как бы ты в жизни не уставал может и ремонт делаешь может и дом строишь может и на двух работах работаешь может еще что-то еще что-то еще что-то там новый город переехал много работы в новую страну но если у тебя есть ощущение что тебя обожают что тебя любят это как наркотик ты чувствуешь себя сильным и счастливым даже вокруг много невзгод трудности и сложности грязи еще что-то но ты ни на что на это не обращаешь внимание для тебя жизнь прекрасна вот это ощущение что тебя обожает у нас есть замечательный курс мастерская характера и там мы даем такое задание каждое утро когда просыпаемся 10 раз утром надо сказать мысленно когда человек просыпается он говорит я благодарю бога за то что он любит меня но кто не верит в бога они просто говорят я благодарю всю вселенную за то что она меня любит или я благодарю жизнь за то что она меня любит ты благодаришь то есть это как бы уже как данность это уже как бы как аксиома как утверждение да за то что тебя любят то есть то что тебя любят это как бы само собой это уже все это неоспоримо и ты за это благодаришь я благодарю за то что меня любит жизнь я благодарю за то что меня любит жизнь или я благодарю за то что меня любит создатель понимаете очень важно жить с этим ощущением очень важно жить с ощущением что вся жизнь для тебя что чтобы ты не попробовал у тебя получится тебе легко делать какой-то бизнес новые проекты новые задачи новые желания осуществлять с целью что-то необычное у тебя все получится потому что жизнь тебя что делает любит и обожает вот если гладить гладить своего ребенка маленького помните мы говорили что до семи лет у ребенка формируется отношение с жизнью для кого-то жизнь это борьба преодоление это опасность рар рвёмся сказали а пера прорвемся опера да то есть для кого-то жизнь это преодоление каждый день это преодоление это выживание это цепляние ногтями до крови за на каждую копейку все с трудом и так далее а для кого-то жизнь это интересное и прекрасно великолепные приключения человек умеет наслаждаться жизнь умеет радоваться смеяться песни петь поет только тот человек у которого на душе радость счастье и праздник и вы можете проверить себя а мы все с вами дети да немножко может быть уже состарившийся да может быть немножко с виду взрослый но мы внутри дети вы можете себя проверить поет у вас душа или не поет хочется вам петь песни наслаждайтесь ли вы жизнью в каком состоянии вы живете его здесь очень важно чтобы ребенок был наглажен вот карачок наглажен у него на душе все спокойно у него все психологические процессы восприятия жизни восприятие сложных характеров родственников друзей подруг в садике в школе вот это гамма разных характеров гамма разных психологии ребенок не защищен он беззащитен ему в этом мире надо выживать это все устаканиваются по полочкам жизнь прекрасна для этого гладить вот через когда мы проводим по нервной системе когда мы проводим руками ладошками своими да по плечам по локоточкам по коленочкам по по стопам по пяточкам и это вот если вы посмотрите культуру в индии да в индии люди реально приходится ночью домой или приходит кто-то домой и они касаются рукой стоп своих родителей вот посмотрите на ю тубе наберите зачем в индии все время касается но старше а также напишите на ю тубе зачем детям каждый день делают массаж каждый день вот ребеночку то годика ему каждый день делают массаж труд ножки с маслом все натирают каждый день ребенка все время массирует чтобы все психологические процессы физический процесс нервной системы все где-то что-то мышцы спазмы под вывихи вывихи все 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 потихонечку незаметно встает на место а потом они все же стоит поют танцуют там у них может быть не такая пока еще богатая экономика хотя их экономика уже на таком же уровне как в россии даже больше они прекрасно у них медицина они прекрасно тоже производят и машины и технику и даже летать в космос у них космические станции летают и ядерное оружие если много много другое друзья мои так вот вот это состояние чтобы ты потом всю жизнь пел плясал и танцевал чтобы ты радовался жизни ребенку нужно наглаживать это должен быть культ мать и потому что вот ребенок мама там готовит он подбегает к ней дергай давай поиграй со мной удели мне внимание особенно если единственный ребенок в семье ему не с кем играть а вы его берете начинаете гладить гладить он все меня любят все то есть ребенок все равно получит ваше внимание скандалами ли конфликтами слезами криками визгами писками дерганиями вас он хочет ваше внимание так проще ему дать это внимание гипертрофировано много чем полчаса от него отбиваться лучше взять ребеночка крепко обнять и сказать я тебе вот так сильно сильно люблю как я тебе сильно обнимаю я тебе вот так сильно сильно люблю как я тебя обнимаю я тебе вот так сильно сильно тебя люблю как я тебя обнимаю и погладить ну сильно так мы до легкого хруста там не надо выжимать да как бы крем-брюле из ребят из ребенка но вот так вот ощутимо от шлить весь сильно сильно люблю и дети через кожу через объятия они это понимают и сразу же друзья мои с такой важнейший наиглавнейший темы которую вы запомнили да помните мы говорили что даже если три молнии даже если вы все забудете вот это не забывайте никогда детей надо наглаживать так вот друзья мои второй очень важный момент надо научить детей проявлять свои чувства дело в том что дети очень сильно любят родителей но не умеют это проявлять не умеет их не научили а как проявлять свою любовь к родителям до вы вот ребеночку там погладили ягодку дали чаю налили яблочко дали приласкали погладили понежили а ему так как свою любовь проявлять не научили не научили проявлять а ему от этого плохо потому что у него внутри противоречия, я люблю, а выразить не могу, он страдает, ему некомфортно, многим детям некомфортно, они не могут, как вот я взрослой маме или взрослому папе, как вот я скажу, что я тебя люблю. А если вы научите своего ребенка, то вы сделаете для него огромный праздник. Когда вы обнимаете своего сына, неважно ему 10 лет, 12 лет, 2 годика, свою дочку, неважно ей 14 лет, 18 лет или 5 лет, обнимаете свою дочку и говорите, доченька, я тебя вот так сильно-сильно люблю, как я тебя обнимаю, я тебя вот так сильно-сильно люблю, как я тебя обнимаю, я тебя вот так сильно-сильно люблю, как я тебя обнимаю. А потом вы говорите, а ты как маму любишь, а ты как папу любишь, у тебя руки сильные или нет, покажи, как ты сильно папу любишь. И когда ваш двухлетний ребенок вас сильно-сильно обнимает, он в этот момент выражает то огромное чувство, которое внутри мучает его, что он не знает как его выразить это чувство у него огромное он тоже обожает своих родителей не только вы обожаете своих детей но и дети обожают вас но не знают как выразить научите их выражать и он тоже вас сильно-сильно внимательных о как и у тебя сильную ох как ты сильно маму любишь о как ты папу любишь и вы видите он в этот момент расцветает потому что он ребенок научился выражать свою любовь и он подходит ему 10 лет и вы его обнимать крыша тебя вот так сильно сильно люблю там не самый-самый любимый на свете я тебе больше всех в мире люблю я тебя люблю больше чем звезды этим люблю больше чем солнце у меня энергии любви больше чем солнце термоядерная реакция и ребенок тоже тоже обнимать и тоже любит и контакт невероятный контакт между родителями ребенком невероятный душевный контакт понимание взаимное чувство и вам легко общаться с ребенком он вас полуслова слышать и ребенку приятно общаться с вами вот это обязательно минимальное три раза обнять и обязательно чтобы было вот эта взаимосвязь я тебя так сильно люблю как я тебя обнимаю и обязательно обними тоже покажи у тебя руки сильные первое стеснение у него пройдет что вот как ты маму любишь как ты и когда ребенок в эту игру эта игра эта игра друзья мы но когда он учится играть в эту игру он будет безгранична счастливый бесконечно слева ему будет очень и очень здорово и ему будет очень и очень нравится друзья мои потому что детям надо выражать выражать переполняемые их чувства если чувства тебя переполняют а ты не выражаешь их извините болезнь какая-то может начаться болезнь нехорошая последнее что сегодня мы с вами проанализируем проработаем это с какого возраста дети должны зарабатывать запишите пожалуйста мальчики должны зарабатывать семи лет устройте им пожалуйста такую договорите с соседями чтобы они помогали мусор выносить там за какую-то символическую денежку но зарабатывать не на родителях не на родителях заботиться о родителях это величайшая честь за это не платят деньги а бабушки и дедушки заботиться это величайшая честь за это не платят деньги ни в коем случае нельзя что если я что-то хорошее сделала для мамы я должен получить за это деньги это запрещено а вот соседу соседки какой-нибудь там тетки какой-нибудь знакомый двоюродной тетки там еще это пожалуйста и вы сначала договаривайтесь и говорите дорогие соседи вот вы мусор у вас есть выносите ставьте его за порог а мои ребятишки будут каждый день его братья и уносить туда на мусорку я вам буду давать условно говоря там 100 рублей в эти 100 рублей будете давать им каждую неделю то есть первую работу вторую третью работу родители должны сами организовать подработку какой-то да сами организовать своим детям чтобы дети научились не боялись чтобы было комфортно зарабатывать денежки а если друзья мои ребенок только развлекался никогда никаких деньги не зарабатывал ему 18 лет потом институте отучился только все получал никогда деньги не зарабатывал потом ему 21 год или 22 года или 23 года а потом вам горт иди зарабатывать деньги а он 20 лет их не зарабатывал понимаете все великие миллионеры все по-настоящему реализованные люди они начинали зарабатывать очень и очень рано я знаю что вы это запомнили очень и очень рано чарли чаплин был из цыганской семьи английских цыган мне очень болела мама она лежала в больнице ему нечего было кушать и он начал выступать на сцене еще где-то что-то как-то чтобы маму содержать себя содержать и он несмотря на то что был цыган он достиг невероятных высот невероятных высот в этой жизни стал самым величайшим актером которого знает все и режиссерами кинематографом конце концов умер швейцарии была молодая жена у него было огромное количество детей прекрасно воспитанных которые его любили и потом когда он умер цыгане выкопали его могилу и сказали хотите чтоб мы вернули тело заплатите нам миллион долларов он даже после смерти оставался артистом у него даже после смерти все было необычное его семья заплатила миллион долларов но они были очень богатые люди и им вернули тело чарли чаплина в швейцарии он жил потому что американцы так и не дали ему американский паспорт и он забетонировали забетонировали чтобы никто не мог больше выкопать чарли чаплина на при жизни был необычайным человек ему после жизни бы люди которые начинают рано зарабатывать достигают каких-то невероятных высот в жизни почему в детстве ты веселый где цветы позитивны вот я тоже с детства много работал с 14 лет у меня трудовая книжка были 90 голодные годы и я мыл полы там в интернате у маме на работы в проектном институте я мыл полы и пел песням и полы воображал себя каким-то суперменом там рыцарем каким-то героем все это на позитиве и после этого мыть полы у меня не вызывает какого-то негатива у меня наоборот вызывает позитив я ностальгирую о детстве это как люди которые всю жизнь ненавидели играть на скрип очки а потом очень часто своих детей тоже дают на скрип очку именно потому что это он их ассоциируется с детством и вот если зарабатывать самого раннего то у тебя потом нет вот это ощущение что зарабатывать это каторжный труд некоторые люди сидят в банке работают охранником и мучаются смотрят на часы вот осталось еще три часа до конца рабочего дня они мучаются потому что для них зарабатывать денег это мучение это каторжный труд а есть люди которым нравится они реализуются у них время бежит незаметно их невозможно заткнуть когда иосиф кобзон выступал на сцене а он же начал выступать еще в семилетнем возрасте он пел для иосифа сиреновича сталина маленькой иосифа кобзона привезли в москву в кремль и он пел еще тогда очень многие люди и родились чего времена сталина путин родился во времена сталина кобзон родился и вот он с детства пел выступал и все и потом его не могли заткнуть даже стихи были такие что как сложно остановить бегущего бизона так сложно остановить повещего кобзона то есть он должен петь часа он поет 4 часа и люди стали они уже хотят у тебя он все поет и поет и поет и поет когда у тебя друзья мои вызывает удовольствие то что ты делаешь даже если у тебя нет таланта голоса или еще чего-нибудь да никто не знает ни одной песни иосифа кобзона он спел их 10000 никто ни одной песни наизусть не знает непонятно он пил просто ради себя ради свое удовольствие вот такие вот есть друзья мои люди без голоса вот олег гатманов вообще голоса никакого нет шутку как говорится козлетон да но если человеку нравится этот процесс то пожалуйста все его не остановить ему будет 70 лет он будет бегать на сцене прыгать скакать на сальто садится на шпагат садится 90 лет ему будет а он все будет петь 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 и петь хотя уже давным-давно мог бы до жить на пенсию уже давным-давно мог бы жить с это благополучно лежать на диване и курить бамбук но если человек с детства для него это классно для него это здорово для него зарабатывать деньги это не каторжный труд то такие люди даже небе никаких талантов никаких способностей достигают величайших результатов поэтому задача родителей не баловать своих детей на карманные деньги желательно на мороженое чтобы они зарабатывали сами организуйте это несложно делать какую-то нетрудную работу соседские дети выносят ваш мусор ваши дети выносят соседский мусор все предели все в труде все зарабатывают на свои две три мороженых и уже они счастливы и уже они с радостью бегут и вот 10 процентов 10 процентов того что зарабатывают дети это всегда деньги кого родители когда мы зарабатываем деньги одну сороковую это примерно два с половиной процента мы всегда рекомендуем отдавать на благотворительность тому кому еще труднее беднее там больным детям на какие-то операции дальним родственник у которой какая-то сложная жизненная ситуация а вот 10 процентов друзья мои это родители мне церкви ни в коем случае не отдавайте 10 процентов церковь друзья мои это выдумано людьми ни в одном святом писании не написано что 10 процентов надо давать церк раньше в царской россии церковь имела крепостных крестьян продавала и покупала землю продавала и покупала крестьян то есть крестьяне были приписаны к монастыря это не написано ни в каком евангелии это не написано нигде что 10 процентов своих доходов ты должен дать куда-то церковь друзья мои нет вы можете это делать если захотите но все-таки вас кормили родители все-таки мама вас кормила любила ночью вставала когда вы болели она вам водила вас больничку она заботилась о вас папа уставал тоже очень много 10 процентов родителя первую очередь в первую очередь если останется деньги хотите там пожертвовать на храм я сам много жертвует на разные друзьям и это нормально но сначала родителям потом все остальные куда хотите пожертвовать а если вы пожертвовали в церковь об родительном просто сказали спасибо но не дали конкретную сумму денег чтобы родители могли купить себе фруктов чтобы родители могли купить себе лекарства пальто какие-то не знаю колготки чулочки носочки и сапожки это друзья мои нарушение всех законов вселенской справедливости вот мама вот если даже у вас есть какие-то претензии к родителям но вы сытый живой здоровый образованный человек до родители не святые да и бывало тоже трудно их тоже кто-то воспитывал да у родители бывают какие-то внутренние противоречия но если вы живы здоровы значит вас больничку водили если вы живы здоровы значит вас ложки кормили если вы живы здоровы значит вам грудь давали или смесь какую-то давали друзья мои 10 процентов родителям 10 процентов родителям запоминается первое последнее поэтому дети мы хвалим авансом все что хотим сыночек то у меня самый честный девушка дочекам это у меня самые душевные наглаживаем 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 и 10 процентов то что заработали наши дети принадлежит кому их родителям то есть нам все это проверьте на практике принципы эти простые садитесь за стол поблагодарите того кто приготовил эту еду любыми словами какими вы хотите я всегда говорю спасибо маме за еду скажите пожалуйста спасибо скажите мама у тебя золотые руки мама у тебя золотые руки покушали и сказали господи дай здоровье моим родителям даем сил радости счастья богатство изобилия и на том свете и на этом свете многих родителей уже нет уже вы тоже скажите господи от благодаря моих родителей даруем все самое лучшее и на том и на этом строить все что мы с вами здесь изучаем анализируем это все легко проверяется это все на положительных эмоций легко и просто проверьте как это работает с богом и до встречи